Добрый день, здравствуйте! Сегодня мы с вами готовим кяту. Кята это тесто, а внутри вот такая начинка. Для этого нам понадобится для теста мука, масло, сахар, дрожжи и молоко. А для начинки то же самое, мука, масло, ванилин, сахар, без молока только. Яйцо нам понадобится для того, чтобы смазать сверху, нам еще понадобится шафран. Давайте приготовим тесто. Для этого берем тесто, добавляем соли, дрожжи, две столовые ложки сахара и чуть-чуть молока. Как заметили, я не поставила опару. Я буду все делать все вместе. Сейчас все перемешаю. Главное, чтобы чуть-чуть разошлись дрожжи. Пока я буду их мешать, они разойдутся и даже начнут бродить как бы. Сейчас добавлю еще чуть-чуть молока. Главное, чтобы муки было немного. Таким способом мы не испачкаем еще одну посуду и не будем долго ждать. Масло должно быть комнатной температуры или может его чуть-чуть подтопить. Только не топите сильно много. И температура молока должна быть 36-38 градусов, чтобы руки не обжигала. Вот так скажем, температура тела. И вот уже можно постепенно замешивать. Сразу чувствуются какие-то дрожжи. Я поменяла муку и, честно говоря, побаивалась, что а вдруг с этой муки получится не так хорошо. Но я озвучиваю сейчас видео и знаю, что кята получилась очень хорошая. Хотя я кятую не люблю. Не знаю почему. У меня какое-то к нему такое лояльное отношение. Оно есть, есть себе. Пусть будет. Но если какая-то другая сладость, упаси боже, чтобы я его не попробовала. Добавила масло и теперь уже хорошенечко буду мешать. Можно даже вмешивать муку, которая по краям. Вот таким образом мы чуть-чуть помешали, а потом будем вымешивать рукой. Даже перейдем на стол. Учтите, что здесь тесто должно быть немножечко тугим. Когда мы будем выкладывать туда вот шарики из начинки и будем их разминать. Если тесто будет очень мягкое, оно просто быстро растянется и разорвется. Поэтому делаем тесто тугим. Потом мы его должны оставить на час. Через час оно подойдет и будем продолжать работу. Сейчас я накрою, еще немножко помешу, чтобы получилась однородная масса. Так как я поменяла муку, у меня цвет изделия тоже поменялся. Посмотрите, если раньше у меня было всегда белое тесто, здесь у меня тесто, во-первых, у меня было масло желтое, а во-вторых, тесто у меня чуть-чуть темноватое. Ну, для киатэ это не проблема, это не пахлава и не щеки арбура, так что для киатэ это сойдет. Укрываем крышкой или пленкой и убираем теплое место. Теперь возьмем масло по рецепту. Вообще-то сюда лучше использовать топленое масло, в которое уже нет сыворотки. Ну, я отступаю, отправил и прямо так разогрела это масло, добавила сюда сахар. По рецепту добавляется сюда сахарная пудра. Ну, у меня сегодня все экспериментально. Мука, сахар, масло, как видите. И я хочу посмотреть, как же это все получится. Но учтите, если вы добавляете точно так же, как я, очень долго надо взбивать. Даже можете взбивать это миксером. Оно чуть-чуть, немножечко даже побелеет. Это хорошо. Главное, чтобы растворился сахар. Теперь берем муку, ванилин, сахар и масло. Хорошенечко все перетираем. Сперва помешаем ложкой, а потом руками будем это все перетирать. Вот таким образом получается у нас такая крошка. Даже не крошка, а просто мука с маслом. И когда уже вы чувствуете, что вы его можете собрать в комок, оно уже готово. Можно сделать вот такие комочки порционные и оставить. Сколько комочков, столько и тесто будем разделять. Или же можете оставить прямо вот так. Теперь это отложим в сторону и тесто готово. Я открою тесто. Оно у меня поднялось в два раза. Даже, может, чуть меньше. Тесто было тугое. Ему надо было бы постоять побольше. Но нам этого не надо. Мы не делаем булочки. Мы делаем киатю. Оно мягкое. Теперь я его разделю на 6 частей. Зависимо от того, какого размера вы хотите киатю. Если хотите большую, можете вообще на две части разделить. Или же вот я делю на 6, можно на 4. Опять же, все зависит от того, как вы, какую киатю вы хотите. На одинаковые кусочки. Ну, может, чуть больше, чуть меньше. Теперь берем прямо руками. Вот так нажимаем и начинаем его растягивать. Тесто будет, естественно, толстым. Потом мы его будем защиплять. Середину оставляем более толстой. Не надо его утончать. В смысле, поэтому мы и не используем скалку. Руками вот хорошенечко растянули края. Теперь берем один шарик с начинкой. И защипляем края. Как хинькали, как пышки. Защипили аккуратненько. Если вы раскатали большой, и у вас получилось вот тут много теста, можете его отрезать. И постепенно, медленно, равномерно, как в хачапуре обычно сыр разминают и распределяют по всему. Точно так же здесь распределяется вот эта начинка. Чтоб края не получились пустыми. И чтоб все хорошенечко пропеклось. Ни в коем случае не делайте середину тонкой. Обязательно прорвется. Смотрите, будьте внимательны. Все. Это точно так же нажимаем. И постепенно распределяем его по всей, как говорится, площади. Вот таким образом. Так как там масло и сахар, этот комочек, когда он открыт, он быстро распадается. А когда он в тесте, он немножечко так начинает себя вести не очень хорошо. Все. Мы сделали второй. Убедились, что почти по всем краям разошлось. Ну и все остальные. Я один сделала длинненький. Теперь это тесто должно постоять минут 20. Пока стоит наше тесто, мы его обязательно накроем. Через 10 минут будем продолжать работу. А пока включаем духовку. Духовка должна быть горячей. Чтобы не высохло, обязательно накройте или влажным полотенцем, или пакетиком. Им будет тепло, они быстрее поднимутся и не подсохнут. Духовку я уже включила на 200 градусов. Две противни сляют рядом с друг другом. Не имеет значения, какие первые, какие вторые. Они подойдут все в одно и то же время. Теперь прошло 10 минут, и я приготовлю яйцо и заранее заварила шафран. Шафран, вы знаете, что это. Это цветы, тычинки цветов крокуса. Наливаю сюда чуть больше половины яйца. Ничего, что туда попадают тычинки. Но зато не слышно запаха яйца, вернее этого желтка, и цвет будет очень красивый. Хорошенечко сейчас намажем, обмажем со всех сторон. И берем вилочку, делаем вот такие узоры. Помимо узоров нам надо проколоть в двух-трех местах нашу эту кятую, чтобы во время вздутия оно не лопнулось. Чтобы выходил горячий воздух. Вот такие красивые они у нас получаются. Выпекаем до золотистого цвета. Даже чуть больше золотистого, чтобы пропеклось и сверху, и снизу. А вот эта начинка лишняя, которая оставалась, я с него сделаю тоже кружочек, обмаживаю ее яичком. Оно получится как печенье. Все, теперь отправляем это в духовку. 200 градусов. Выпекаем воду до такого цвета. Это минимум 20 минут, 20, а то и 25. Смотря у кого какая духовка. Если 200 градусов, то 20 минут им хватает. Они прожаривают и сверху, и снизу. Горячие, обжигают. Ну, красивые. Теперь я сделаю фото. И закончим видео. Благодарю вас за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайки. Пишите комментарии. Я тружусь, снимаю. А вы подписывайтесь. И готовьте со мной вместе. Я думаю, это вкусное блюдо вам понравится. Можете дать детям школу. Можете сесть за самоваром и пригласить своих друзей. Попробуй такую пятую. А пока всего вам доброго. Дай Бог вам всем здоровья, счастья, благополучия семьи, любви и мира над головой. Чтобы мы все могли печь, радоваться, смеяться. И кому не нужны войны. Честное слово. А пока, пока, пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok